Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролок и практик. Сегодня мы с вами гадаем на колоде Ленорман изумрудные птицы на замечательную тему мандала. Мы посмотрим вашу жизнь, вашу текущую ситуацию, ваши амбиции, ваши достижения, а также зависимости и навязчивые идеи. Мы посмотрим ваши недостатки и ваши достоинства, а также ваши сокровенные желания. Можете также загадывать и другого человека, то есть не только себя, допустим, вот можете на себя позицию посмотреть, и на другого человека тоже посмотреть позицию. У нас будет 4 позиции по 9 вопросов. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на индивидуальные расклады, на консультации, на ритуалы. Пишите мне в вайбер, ватсап, вконтакте, в инстаграм, в телеграм. Все эти данные мои контактные есть в описании к каждому моему видео. К каждому. Вот то есть какое бы вы видео моё не открыли, есть описание к нему под названием этого видео. И вы можете найти там все мои контактные данные. Это очень просто. Всё разворачивается и всё смотрится. Так, позиции у нас 4. И давайте раскладывать камушки. Это розовый кварц. Я сейчас в дороге, и у меня взято не так много материала для позиции и колод. Но всё-таки это у нас обсидиан. Также красный агат. И дымчатый кварц. И надеюсь, что вы понимаете, видео всегда актуально в момент вашего просмотра. И те, кто ещё не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. И мы начинаем с вами с самой первой позиции. Итак, первая позиция и наш замечательный розовый кварц. Это камень любви. И не знаю, видно здесь или не видно, что он розовый, но он прекрасен. Я вам честно скажу, даже если оттенок не очень виден. Итак, первая карта – это ваша текущая ситуация в жизни, ваши мысли и мировоззрение. Ну, у нас вышла карта «Всадник». Вы знаете, «Всадник» – это карта, показывающая, что вы в жизни сейчас очень активны. Возможно, вы куда-то мчите, собираетесь в дорогу или постоянно находитесь в движении, ездите. То по командировкам, то за рулём. Может быть, вы человек такой живчик, может, вы работаете курьером или водителем, почему бы и нет. Но также это просто очень подвижные люди. И, конечно, мысли и мировоззрение у вас подвижного человека, который всё время спешит, опаздывает куда-то. Ему хочется успеть всего и сразу. Вот всего нужно и много. У него есть целенаправленное желание. Но более того, конечно, «Всадник» – это человек в жизни настолько активный, что иногда он очень много суетится, но у него и много мужской энергии. То есть, по сути, он знает, вот у меня есть движение вперёд. И шаг влево, шаг вправо я делать не хочу. Я хочу только делать движение вперёд. Конечно, у «Всадника» очень хороший интеллект. И часто он очень заинтересован в том, чтобы добывать информацию или получать какие-то известия. А может быть, их разносить. Поэтому такой человек может быть очень разговорчивым. Мировоззрение такого человека скорее экстраверсивное. Но это может быть скрытый интроверт. То есть, интроверт, которому по жизни, по профессии приходится много общаться, разговаривать с людьми. Однако, сам по себе «Всадник» – да, он может быть наедине со своими мыслями и несколько интроверсивный, просто играющий роль «Всадника». Но чаще всего, смотрите, всё-таки человеку нужно выживать, выкручиваться постоянно, жить в движении для чего? Для того, чтобы преуспевать в жизни и заботиться, может быть, о ком-то даже. Может быть, чуть-чуть за кого-то отвечать, но хотя он не очень любит отвечать. Он скорее проворный человек, который постоянно хочет быть в центре внимания или в центре событий. Я думаю так, что вы поняли, да, что часто такой человек меняет место жительства или, может быть, место работы, профессию. Но при этом он может и оставаться верным, допустим, своей подвижной какой-то профессии, да, именно подвижной. Смотрим с вами дальше. Второй наш вопрос про вас – это амбиции и базовые желания. То есть, ваши мысли и мировоззрения мы поняли, да. А вот амбиции и базовые желания, какие у вас на сегодняшний день? Развилка. Ну, развилка, она показывает, что человек очень хочет всё-таки найти свой правильный путь. Вот ему важно знать, что этот путь именно правильный, что этот путь достойный. И что, пойдя по этому пути, человек добьётся всего, чего он хочет в жизни. А хочет он, ну, скорее всего, богатства, благосостояния и хорошей семьи, ну, как и все люди. Вот. Все люди хотят быть здоровыми, счастливыми в семье и богатыми. Это факт. Конечно, всегда развилка показывает, что человек очень хочет выпутаться из какой-то, ну, может быть, сложной ситуации. И ищет решение, ищет выбор, может быть, какой-то связанный с этим решением. Вот проще такому человеку определиться, да, чем постоянно сомневаясь, ну, не совершать определённого выбора и зависнуть, понимаете, на этой развилке. Поэтому амбиции и базовое желание в том, чтобы сделать этот выбор, уже сделать его, определиться, встать на этот путь и, вот как всадник, да, на пролом идти, несмотря ни на что. Ну, вот была бы такая возможность ещё выбор-то этот сделать, а у человека не всегда такая возможность есть. И, конечно же, нужно понять, что если вы, ну, не настоите на своём выборе, вы будете долго стоять на перекрёстке. А это для вас будет чревато, конечно. Вот помните просто об этом. Ну, давайте посмотрим надежды и мечты, высшие цели. А вот высшая цель у вас какая? То есть базовая цель сделать этот выбор, определиться и решить что-то сложное, да, встать на верный путь. А какая у вас высшая цель всё-таки? Я вот всё время смотрю, мне кажется, я что, как две карты держу. Письмо. Ну, ваша высшая цель – это письмо. Это всё-таки вы очень-очень, возможно, хотите стать кем-то, кто увековечился, допустим, в своём слоге. Но бывает такое, что человек хочет стать, ну, допустим, писателем, журналистом великим. Или поэтам стихи пишет. Бывает такое. Но также письмо может показывать, что человек очень хочет летать. Письма же летают по миру, да. И человек, вот он путешественник такой, понимаете. Вот ему хочется передвигаться постоянно, он не хочет сидеть на одном месте. Он хочет стать настоящим путешественником, который всё время находится в приключениях. Также письмо – это документы. То есть его высшая цель – это, допустим, стать в профессии человеком, связанным с документами, с высшим образованием, может быть. Или с какой-то высшей силой информации, да. Ну, когда человек, там, не знаю, судья, например, юрист какой-нибудь, там, судмедэксперт. Тоже ведь высшая степень документов таких вот секретных, да, ФСБ, там, или ещё что-то. И, конечно же, передача данных, да, или какая-то запечатанная тайна. Вот хочется человеку, чтобы вот он владел ею, и чтобы передавал другим. Эзотерика часто в письме бывает. То есть высшая цель такого человека может быть надежда, мечта, да, стать эзотериком. Конечно же, ну, письмо – это многогранная карта, многогранная. Но она всегда показывает, что человек стремится к чему-то возвышенному, к тому, чему другие люди никогда бы не стали стремиться, к чему-то наиболее интересному. Ну, там, не знаю, даже вот бывает такое вот по этой карте, например, что человек занимается реставрацией книг, документов, да, с войны, там, раскапывать документы, пытается отреставрировать, находит в каких-то уже испорченных документах слова, пытается их составить. Вот даже такие шифровщики могут пройти по этой карте. Поэтому, возможно, у вас с этим письмом скрытый талант связан. Вот подумайте, какой. Какой из тех, что я уже много перечислила. Там переводчики по письму проходят, да. Ну, все лингвисты, там, литераторы, да кто угодно. Такие связаны с этим письмом. Ну, давайте посмотрим достижения. Достижения и текущие цели в повседневной жизни. Ну, то есть самое главное тут слово достижения ваше, да. Аисты. Ну, вы все-таки вот все время связаны с полетом. Может, вы, не знаю, там, пилот, стюардесса. Потому что у вас столько движения в картах, столько вот перелетов, полетов, крыльев, я не знаю, вот какого-то желания, может быть, путешествовать. Или у вас уже есть какое-то вот достижение, опыт по путешествиям, да, по переездам, глобальный переезд в жизни или что-то такое. Но также аисты. Это семья. Семья или половинка, нахождение своей второй половинки. Или хотя бы вы, ну, должны чувствовать, что со своей второй половинкой, с близнецовым пламенем вы родились на одной земле в одно время. Потому что часто такое бывает, что люди рождаются в разное время. И, допустим, две половинки встретились, но, допустим, человеку одному 20 лет, за другому 70. Да, так тоже половинки встречаются. И это вот, ну, вот такое проведение судьбы. А тут вот как будто вы одного примерно возраста, ну, или, по крайней мере, можете быть парой. Вот. И, ну, это либо создание любви, либо, ну, облёкшаяся уже любовь-форму, да, семья там, да. Ну, либо у вас такая есть возможность, по сути. Вот в этом ваше может быть достижение, да. Ну, аисты также, ещё раз повторю, связаны с перелётами, переездами и так далее. Сильными, крутыми виражами из жизни. Много пережили перемен. Давайте посмотрим зависимости и навязчивые идеи, области большой страсти или озабоченности вашей. Так. Змея. А вот тут вот страх у вас, да, идёт страх. Ну, на самом деле, во-первых, как будто вам вредит какая-то женщина, и вы её боитесь, да. Вас как будто соперница, или даже для вас, для мужчины, может быть, женщина-вредитель. Вот, понимаете, змея. Но, с одной стороны, она всегда, вот эта змея показывает, показывает врага, да, врага, что есть враг-женщина, допустим. Но если посмотреть зависимость по этой карте, то сексуальные зависимости от людей или какие-то даже извращённые формы могут быть. Также, вы знаете, это карта навязчивой идеи, допустим, в медицине. Или навязчивая идея получить долголетие, вечную жизнь, вечную мудрость. Вот. То есть, то ли вы опасность чувствуете от кого-то постоянно и озабочены этим, то ли наоборот. Человек, который вот как шальную мысль имеет, вот там, может быть, можно жить вечно, да. И, ну, вот так же, как я говорила, сексуальные какие-то отклонения. Но не говорю, что вы там извращенец или извращенка, нет, конечно. Но просто я указываю все значения карты, которые, это же общее гадание, которое вы можете учесть, да. Сильные и положительные стороны вашего характера. Рыбы. Рыбы хорошая карта человека, который может стать богатым, да. Вот сильные и положительные стороны, по сути, вашего-то характера в том, что вы очень коммуникабельны, интересны. И вы прирождённый бизнесмен или бизнесвумен. По сути, вы человек неординарный, да. И, конечно, такой неординарный человек многим бросается в глаза. Карта достатка и прибыли, а также интуиции невероятной. То есть, чем вы бросаетесь в глаза? Тем, что вам, может быть, как будто людям кажется невероятно в чём-то повезло. А на самом деле это просто сработала ваша интуиция. Конечно, это очень позитивная карта. Человек энергичный и у него сильная сексуальная, опять же, энергия. И человек очень-очень яркий, коммуникабельный. Он может общаться с людьми. И, ну вот, он делец, по сути. Бизнесмен, бизнесвумен, тот, кто может, не знаю, из воздуха деньги делать. То есть, это очень находчивый человек. Ну, давайте посмотрим ваши недостатки и слабости теперь. Ключ. Ну, по карте ключ у человека на самом деле маловато недостатков. Потому что карта, ну, со всех сторон чаще всего положительная. Однако вы можете вот с помощью своей невероятной силы, влияния на людей, ну, пользоваться, да, пользоваться этим. Также ключ – это магия. То есть, по сути, когда ваши отрицательные, да, недостатки, слабости, то, что вы можете пытаться с помощью магии форсировать события. Вот, допустим, есть у вас способности к каким-то воздействиям. Вы можете пытаться форсировать события, пытаться подчинить себе пространство. А вы же знаете, это потом всегда дает по башке. Только сейчас этого непонятно. Хочется всего и сразу. И это тоже недостаток, когда хочется всего и сразу. И еще и не трудом своим, да, а вот я сейчас волшебством всего добьюсь. Каким вы видите себя или какой вы видите себя? Мыши. Ну, мыши говорят о том, что вы видите себя ловким человеком в коллективе. Ну, вот, вы знаете, прям вот ловкий, подвижный, хозяйственный человек, который все делает, все хочет сделать для других, для себя, работает слаженно в команде, может работать в команде легко, для него это не чуждо работать в команде и так далее, и так далее. Но при этом вот не очень хорошего мнения о себе. Потому что, мол, если я что-то захочу для себя, для своего коллектива, для своей семьи, я не буду считаться с другими, с теми, кто чужой для меня. И вы в этом отдаете себе отчет. Чужой значит чужой. Он для меня и чужой и есть. Я не буду им, ну, как-то дорожить. Я им буду уже пренебрегать, если он в мои интересы никак не входит, а еще с ними сталкивается. Ну, давайте посмотрим ваши сокровенные желания в жизни. Ваши сокровенные именно желания. Ага, гроб. Ну, ваше самое сокровенное желание – это убить прошлое и начать все заново в своей жизни. Вот вы бы хотели переродиться, вот, мол, а знаете, есть такое вот, что я даже как-то, по-моему, на канале в сообществе спрашивала, что взял бы ты таблетку, которую вот выпил бы, да, и попал бы на 15 лет назад или 20. Что-то такое было. И взял бы ты, наоборот, там много денег, но 15 лет вперед. Или остался бы в своей жизни сейчас. Вот вы бы взяли таблетку, выпили, опыт весь остался, а вы на 15 лет назад. Понимаете? Или на 20. Вот этот гроб и есть. Вот это ваше сокровенное желание. А вот повернуть бы время вспять, я бы все иначе сделал или сделала в своей жизни уже. Сожалейте о чем-то из прошлого. Хотите от него оторваться и полностью похоронить это прошлое. И начать как-то вот жизнь именно с нуля. Ну, такая первая позиция. Надеюсь, она вам понравилась. Позиция номер два. Смотрим расклад мандала на вашу жизнь. И первая карта – это ваша текущая в жизни ситуация. Наша посидя. И ваша текущая в жизни ситуация, да. То есть мы смотрим мысли, мировоззрение ваше и вашу жизнь. Мужчина. Ну, ваша текущая жизненная ситуация – либо вы мужчина, либо вы связаны с мужчиной. Ну, очень сильно так получается. Мужчина на вас влияет, да. Вы знаете, для женщины это не только вот влияние мужчины на нее, допустим, и полная зависимость. Не обязательно. Иногда он для нее как путеводная звезда. Ну, вот какой-то человек встретился в жизни, любимый там и так далее. И он для нее как путеводная звезда, да. Он ей во многом помогает, поддерживает. Или она на него ориентируется, смотрит на него, любит его. Но бывает так, что это кто-то вот, ну, не знаю, кто пример подал когда-то и вот прописан в этой женщине. Прописан как программа, как эталон, может быть, как пример отец там, например, да. Вот сколько бы вы ни жили, ни смотрели вперед, видели бы своего отца, допустим, как бы он поступил. Все время спрашиваете себя внутри, как бы он поступил, как бы вот так было и так. Но бывает так, что вот, допустим, это ее мужская энергия. То есть это женщина, но мужчина в юбке. То есть у нее слишком много мужских энергий. Она все берет на себя. Она берет на себя ответственность. Она берет чувство вины на себя. Она берет обязанности по работе на себя, по содержанию семьи на себя. Вот она волочет за собой все мужские обязанности. А мужчина для нее это как жена. Понимаете, все перевернулось в ее жизни. Может такое быть по этой карте, что вы мужчина. И тогда вы хозяин жизни. Вот как бы вы сейчас, от вас жизнь наиболее требует ответственности. То есть кто вы, что вы за мужчина. Проверяет вас жизнь, да. Вы держите, вот вы экзамен жизни. Проявите ли вы полную ответственность за окружающих или нет. Сможете ли вы проявить себя как настоящий мужчина или нет. То есть вас как будто жизнь сейчас трепет и проверяет, понимаете. То есть в этом вся суть. И вы это понимаете. Вот мысли, ваше мировоззрение мужское. То есть именно мужское. Это значит, что вы хотите отвечать за всех, за вся вокруг себя. И это правильно, если вы мужчина. А вот если вы женщина, может быть это не совсем-то правильно, понимаете. Вот может это не совсем так, как надо. Ну давайте посмотрим амбиции и базовое желание ваше. Солнце. У вас невероятные амбиции. Вот амбиции вам хоть отбавляй. Вы хотите всего в жизни. Все, абсолютно все. Чтобы у вас было богатство, процветание, слава, известность, популярность. Здоровье, достаток полный. Вы хотите все. Не знаю, там самое высокое место, если в карьере. Самое-самое высокое положение в обществе. Вы хотите процветать. Вы хотите блистать. Вы хотите, чтобы все люди смотрели на вас и говорили. Вау. Вот прям вот так. Ух ты. То есть вот чего этот человек там, не знаю, достиг, добился. Вот какой-то крутой человек, интересный, классный. Вы хотите, чтобы в вашей жизни было все идеально, круто, лучше всех. Вот в этом ваша самая основная амбиция. И вот такое вот базовое желание. Причем базовое. Ну а давайте посмотрим, высшая цель тогда ваша. Если вы такое имеете, базовое желание, что же у вас с высшими целями? Что там у вас в подсознании-то? Высшая цель какая? Дом. Ну вот видите, вот тут более понятно. Вы хотите, чтобы у вас появился, даже как сказать, ну вот свой дом сердца, что ли. Чтобы вас где-то восприняли как кого-то, кого очень любят. Вот вы знаете, может у вас есть там родители, семья, там любимые люди, там дети, все что угодно. Но вы как будто не чувствуете себя самым долюбленным человеком. И самое главное, что бы вам хотелось, это чтобы вас вот искренне, чисто от всей души любили. И это вас бы, ну там, не знаю, содержали. За вас бы горой стояли. Вам бы помогали во всем. Вам бы сказали, обняли, сказали, я тебя люблю. Проявили бы к вам нежность. Вот как дома, дом, чтобы где-то ваш дом был. Вы как-то, может, ходите, мотаетесь где-то по миру, не понимаете, кто вы, что вы, где вы. Вот вы все время идете со своей вот лидерской какой-то натурой, вот качествами лидерскими, куда-то вперед стремитесь, может быть, заработали уже и все. А вот вы нигде не чувствуете себя, вот что это ваш дом и ваш оплот, и что вас обожают, любят. Вот как-то, вот вы потеряны, что ли. И это вот высшая цель, это то, чтобы у вас был этот свой дом, чтобы вам было куда прийти и чтобы вас любили. Ну давайте посмотрим достижения. Достижения и текущие цели в повседневной жизни. Сердце. У вас невероятное достижение. Вы нашли себе путь сердца. Во-первых, может быть, вы кого-то любите и на самом деле взаимно. Может, вы отвечаете за человека, ну допустим, там делаете все за него, да, там проявляете лидерские качества. И вам не кажется, что этот человек вас любит в ответ. А думаете, он пользуется вами, а на самом деле любит. У вас есть взаимная любовь. Более того, у вас есть путь сердца, это когда ты нашел себя, ну в каком-то деле профессии. Почему у вас амбиции солнца? Потому что, ну если человека нет того, что вот он нашел себя, да, нет вот этого момента, что у него, ну вот эта самореализация пошла, он и не будет хотеть солнца. У него не будет таких амбиций. А тут амбиции, они соответствуют тому, что есть у человека путь сердца. Он по нему идет с удовольствием. И тогда ему, по сути, есть на что надеяться в виде солнца. Ну давайте посмотрим зависимости и навязчивые идеи, области большой страсти или озабоченности вашей. Коса. Ну вы вот такой человек рисковатый, наверное. И зависимости и навязчивые идеи в том, что вы слишком злые, резкие, психованные. И вы это не любите в себе, не любите свою резкость какую-то, не любите. И, конечно, с одной стороны, коса. Это, ну вот как будто бы иногда сбор урожая, да. Но у вас не то. У вас именно ваши зависимости, смотрим, и озабоченности. И это значит, что вы очень агрессивны, понимаете? Агрессивны. И этим вы очень озабочены, что вы можете с людей прям спрашивать. Будьте резки с ними из-за своих лидерских качеств. И вы за это себя вините. Вот. Ну, также коса это опасное оружие, значит, и вы опасны. Для окружающих и для всего человечества. Когда человек хочет добиться солнца, он с каждым днём всё опаснее и опаснее. Потому что такой человек, он обретает власть в руках. Если у него в руках не цветочки и ягодки, а коса, он может на людей повлиять очень негативно. И вам нужно понимать свою ответственность. Понимаете? Вы должны вот эту ответственность прям прочувствовать на себе. Скорее всего, высшие силы вам дадут такую возможность. Сильные и положительные стороны вашего характера. Птицы. Вы хорошо говорите. Это самая сильная сторона вашего характера. Коммуникация. Вы умеете доносить мысль. Это очень важный момент, что вы умеете убеждать человека. Вы можете быть очень подвижным человеком. Много чего делать в раз. И коммуницировать с людьми, договариваться, общаться, выглядеть, будь то вы действительно с ними, как одна команда, семья, я не знаю, кто угодно. Но то, что у вас в сердце творится, это одно. А то, что вы можете буквально манипулировать и управлять людьми с помощью психического воздействия, так скажем, это другое. То есть коммуницировать так, чтобы вы всем определенно нравились. Или просто хорошо говорите, поставлен диалог. Или поставлен монолог. Недостатки и слабости ваши. Букет. Ну, вы можете стать, вот если кто-то вам говорит хорошие, приятные слова, кто-то добр к вам и хвалит вас, вы можете стать очень слабы в этом. То есть, если человек к вам проявляет любовь, может быть, к вам мало проявляет любовь, может, мало говорят хороших слов, и вы сразу же ведетесь, вот как будто бы. И сразу же, ну, как размазня встаете и верите всему. И вот, ну, вот так вот. Есть у вас некоторая наивность по букету. Так, ну, смотрим, каким вы видите себя. Или какой вы видите себя. Так, ну, вышла карта Луна. Вы себя видите, возможно, человеком с очень сильной, богатой интуицией и фантазией. Более того, вы как будто бы понимаете, что, ну, есть у вас нечто, что отличает вас от других людей в плане психики, может быть, устройства склада ума, устройства психики. И, может быть, вы чувствуете некоторую связь с мистическим чем-то, да, Луна все-таки. Луна – это и творчество, и мистицизм, с другой стороны. То есть, да, вы видите себя, с одной стороны, лидером, а с другой стороны, ну, все-таки, кем-то, у кого очень сильная интуиция и богатая фантазия. Креативность, может быть. Что вы очень изобретательны. Вот так. Ну, давайте посмотрим теперь ваши сокровенные желания. Сокровенные именно. Ну, книга. Ваше сокровенное желание, самое сокровенное, это то, чтобы или писать книги, или раскрыть какие-то тайны бытия. Ну, опять же, эзотерика, потустороннее, мистическое, или творчество какое-то. Ваше сокровенное желание, может быть, себя как-то в этом мире увековечить, оставить, или познать какие-то тайны. Вот даже устройство человека, может быть, какие-то духовные практики даже. Книга, она же вот связана и с мудростью, и с тайной, и с эзотерикой, и с познанием самим по себе. То есть вы бы хотели, может быть, учение какое-то пройти в жизни, или быть ученым человеком, самым главным специалистом в чем-то. То есть вы хотели бы быть в местилище знаний. Для вас знание – это наиболее важно. Ну, то есть вот этот духовный поиск и заполнение себя информацией, и передача, может быть, этой информации кому-то. Но для вас важна информация. Может, вы хотите книгу написать, да, еще раз повторю, или окунуться в какое-то такое письменное творчество, документальное что-то там, да, разбирать или еще что-то. Но самое главное, что несет книга, это то, что человек хочет познать тайны бытия, которые другие даже люди не касаются. Но такая вот вторая позиция. Позиция номер три – расклад мандала. И первая карта у нас – ваша текущая ситуация в жизни, мысли, мировоззрение. Еще бы взять ее можно было со стола. Итак, карта гора. Ну, вы считаете себя сейчас, даже не считаете себя, а вы есть. Сейчас человек тяжелый, который столкнулся с проблемой, и он не знает, как ее вообще в жизни преодолеть на самом деле. То есть вы столкнулись с такой вот проблемой, с великой проблемой, с великой горой, что вы не знаете, то ли вам попытаться пройти эту гору, то ли обойти эту гору, то ли повернуть назад. Вы столкнулись с таким препятствием, которое не каждый бы смог преодолеть. Вы это знаете и не знаете выхода. Даже боитесь питать надежды, чтобы пройти это препятствие. Вы в итоге начали быть тяжелым человеком. Вот как груз, гора. Вы как будто такой несгибаемый камень, кремень, понимаете? То есть проблема вас закаляет. Или проблемы вас закаляют, и вы просто несгибаемый, суровый, холодный, может быть, просто каменный. И получается, что, конечно, вы сложный человек. Так это выходит. Сложный, потому что людям с вами тяжело. А как? Ну, если человек несгибаемый, да? Его, конечно, может, трудности в жизни и закалили, но он несгибаемый. А как с таким вот человеком строить, по сути, гражданские, общественные отношения и личные? Ну, давайте посмотрим амбиции и базовые желания ваши. Будем в вас разбираться и ковыряться. Ребенок. Вот видите, как карты, можно сказать, противоположные. Потому что вы сейчас в жизни, текущая ситуация гора, а амбиции и базовые желания – ребенок. Это желание свободы. В первую очередь, свободы. Невинной радости, свободы, счастья и легкости. И быть легким человеком вы желаете, понимаете? То есть все противоположно. Ваша ситуация настолько вам мучительна, и вы это знаете, насколько она мучительна. И для других людей, что вы бы просто хотели стать снова маленьким ребенком, который живет беззаботно и не думает о своих каких-то тяжелых проблемах и трудностях в жизни. Вам бы хотелось начать либо новые отношения, либо новое дело, работу, быть в гармонии с собой, быть непосредственным человеком. И может быть даже вам бы хотелось, чтобы судьба сама совершила крутой поворот, лишь бы только эта гора ушла с ваших плеч. Но давайте посмотрим надежды ваши и мечты. Это высшие ваши цели, да? То есть на самом деле вот в подсознании-то что сидит? Какая высшая цель? Собака. Собака – это преданный друг человека. Вы бы хотели, чтобы рядом кто-то был, в первую очередь, кто-то, кто никогда не бросит, не оставит и не предаст. Для вас это наиболее важно. Собака – это очень доброе существо, на самом деле великое существо. Великое. Я считаю собак великими существами. Почему? Потому что они, ну, это невероятно такое вот, такое вот божественное терпение, да? Ну вот представьте, что вы говорить не умеете, все понимаете и просто не можете выразить ни одну свою мысль, а с вами обращаются так, как хотят. Чем хотят, вас кормят. Хотят – погладят, хотят – не погладят. В туалет вы ходите тогда, когда вам разрешат. Вам даже дают попить, когда вам разрешат. Не только поесть. Я молчу про лакомство. Я молчу про то, что если у вас что-то заболело, про вас могут понять и отвезти к врачу, а могут не понять. И вы будете болеть, и никто ничего не сможет сделать, вы никому не объясните. Также вас могут очень сильно порицать, пинать. Более того, если вас отвели к врачу, вас могут обездвижить и разрезать. Ну, представляете, что такое собака? Кто такое собака? Я имею в виду, что такое по характеру, да? Не то, что там это предмет. Я про то великое, что составляет из себя собака. То есть великое терпение, более великого терпения нет ни у кого. Ну, за исключением там вообще всех животных, которых мы как-то используем в этой жизни. Но это невероятное, колоссальное великое терпение. И вот почему-то у вас есть такие высшие цели. Обладать великим терпением, самообладанием. И рядом иметь человека, который был бы для вас очень преданный и верный. Хорошую семью, может быть. Но именно как будто, может быть, даже не семью, а просто пару, сочетаемость с собой. Ну, давайте посмотрим дальше. Ваши достижения, которые уже есть в жизни. Достижения и текущие цели повседневной жизни посмотрим. Что вы там уже достигли, да? Дерево. Ну, вы очень крепкие. Вот я, помните, говорила, что вы гора, крепкий, несгибаемый человек. То же самое дерево. Это крепкий, абсолютно несгибаемый ствол. Вот попробуйте согнуть ствол дерева. Особенно, если оно уже такое матерое. Ну, ничем ведь вы его не согнете. Вот это ваше достижение. Все-таки вы закалились, да, в чем-то. Также вас поддерживают силы рода. Вы этого добились. И более того, вы, возможно, очень крепкий в физическом смысле человек. Даже если вам кажется, что вы больны, ваше здоровье очень крепкое. Бывает такое, что люди болеют и сразу же умирают. Правда? А ваше люди болеют и вот ничего болезни не может с ними сделать, как бы она их не трепала. Она их вот так прям и берет, вот так прям об землю и все. А человек дерево. Он стоит у него корнями, он за землю зацепился, ветками за небо зацепился, понимаете? И он ни в какую не издается. Он потому, что вот человек дерево. Вот такой вы крепкий ствол, вот такой широкий. Вот, может, там, не знаю, секвоевы. Не обязательно дуб. Так, смотрим дальше. Зависимости и навязчивые идеи ваши. Области большой страсти или озабоченности. Вот хочу вот эту я четвертую. Якорь. Ну, самая большая проблема в том, что вы уж как-то зависаете, да? То есть, вот навязчивая идея в том, что вам нужно как-то обрести стабильность и устойчивость. Хотя вы уже ею обладаете, но вы ни в какую тогда не хотите двигаться с места и ее терять, эту устойчивость. Почему вы гора? Потому что вас, видимо, невозможно сдвинуть в перемены. Перемены – это явно не для вас. Но они настолько перемены не для вас, что это является для вас навязчивой идеей. Что перемены только к худшему, а не к лучшему, понимаете? И ничего уже с этим не поделать, вот как будто вы считаете. Что вы настолько заикарились, настолько себя вот привязали к чему-то, что невозможно даже отвязать. Вот такие у вас зависимости. К чему-то, к кому-то привязались и так далее. Сильные и положительные ваши стороны, вашего характера. Лилии. Ну, вы вот крепкий такой человек, который может стать, по сути, и состоятельным, и богатым, и, там, не знаю, домами обрасти, бизнесами, недвижимостью. Вот особенно вот все такое вот, то, что приземленное. Вообще, король пик – это такая многогранная карта. Она показывает власть. Вот, реально, когда человек вот даже иногда по злому властен. То есть, его невозможно и переубедить-то в чем-то, и он всегда прав и так далее. Но, с другой стороны, он может оказывать другим поддержку и, ну, как сказать, протекцию даже, я бы сказала. Протекцию именно. Ну, давайте смотреть дальше. Недостатки и слабости. А, Лиса. Ну, вы бываете очень хитры, и можете чуть-чуть воспользоваться людьми, стать иногда нечестным человеком. Почему? Потому что вам вот это надо. Вот мне это надо, и все, да? Ну, и вы слишком амбициозны и хитры в бизнесе, в работе. То есть, несмотря на то, есть у вас проблемы, нет проблем. Прям вот вы как-то можете не посчитаться с чувствами других людей, лишь бы добиться своего. Да и вообще, Лиса, она бывает, носит маску, бывает очень хитрый. Если ей надо, она может улыбнуться человеку, а потом, ну, сами понимаете, то, что нужно, получила и вильнула хвостом. Таким человеком вы видите себя на сегодняшний день? Сад. Ну, вы видите себя кем-то, кто является, вот, как сказать, коммуникабельным человеком, умеющим вращаться в обществе, социализироваться, общаться в обществе с людьми, да? Что люди вас должны как бы уважать, и деловым человеком, может быть, даже себя видите многообещающим, там, ну, тем, кто может покорять новые и новые горизонты какие-то, осваивать, может быть, новые рынки, даже если вдруг вы с бизнесом сильно связаны. Это общество, сад – это общество, мол, в обществе я укреплён, да? Может быть, вы владеете каким-то предприятием или работаете в какой-то должности даже, вот, ну, и либо вы человек, умеющий устраивать для других людей вот что-то типа праздника, радости жизни. Вот вы так себя считаете более лёгким человеком, чем вы есть на самом деле, вам, честно скажу, вы считаете себя именно легче, чем вы есть на самом деле. Ну, давайте посмотрим ваши сокровенные желания в жизни. Женщина. Видите, вы хотите, если вы женщина, быть настоящей женщиной. Если вы мужчина, чтобы вас женщина какая-то полюбила, или какая-то специальная идеальная женщина, или какая-то конкретная женщина, чтобы вас полюбила, чтобы она на вас обратила внимание, чтобы она была с вами. И вот у вас навязчивая прям даже может быть идея, сокровенное желание, да, чтобы эта женщина была рядом с вами. Ну, а так научиться быть более гибким человеком – это ваше сокровенное желание. Уметь заботиться о людях, быть плодородным человеком, нежным, заботливым, вот прям, чтобы его любили, чтобы он любил. И не хотелось бы быть таким сильным человеком, а хотелось бы быть более слабым. То есть, даже если вы мужчина, вам хотелось бы быть более слабым. А вот для женщины тем более. Она хочет свести и наполниться женскими энергиями, чтобы мужчины ее хвалили, и любили, и почитали, и содержали. А она не была бы такой самостоятельной, какой она сейчас является. Ну, вот такая у нас была третья позиция. Позиция номер четыре. Расклад мандала. И смотрим вашу текущую ситуацию в жизни. Мысли и мировоззрение сначала. Дымчатый кварц. Вы клевер. Ну, вы в текущей ситуации жизни очень легкий, улыбчивый и простой человек. Настолько простой и улыбчивый, что люди тянутся к вам, липнут как мухи, да. Возможно, вы донор, потому что вы невероятно прекрасный человек. Клевер один из лучших людей в колоде Ленорман. Это человек простой, вот настолько простой, что с ним легко общаться любому, понимаете. Что начальнику с ним легко общаться, что подчиненному, что семье, что детям, что старикам, что иностранцам, совершенно чужим людям. Клевер, он вот такой, он очень коммуникабельный. И, ну вот, он везде свой в доску, понимаете. И в вашей жизни сейчас идет ситуация везения. То есть, когда вам везет больше, чем везло раньше. И, возможно, вы как будто бы вытащили четырехлесный клевер, который показывает, что вы на пороге невероятной вот этой удачи везения в жизни. Богатство, может, процветание и выздоровление, период выздоровления у человека, даже в физическом смысле, не только в психологическом. Ну, давайте посмотрим амбиции ваши и базовые желания. Метла и плеть. Интересно. Вот вы простой человек клевер, да? А ваши амбиции и базовое желание – это метла и плеть. То есть, это больше агрессии на самом деле. То есть, ваши амбиции, они сейчас затрагивают, ну, какие-то вот моменты в жизни, когда хочется очистить себя от негативных людей и от самого по себе даже, может быть, магического негатива или очистить пространство. То есть, ваши амбиции и базовые желания просят порядка вокруг. И получается, что вы готовы к агрессии, именно к агрессии. Вы хотите кого-то привлечь к ответственности, и от этого можете стать агрессивным клевером. Агрессивных клеверов не бывает. Поэтому, вы знаете, вот, ну, клевер, он, наоборот, он очень мягкий. Он очень податливый, он приятный. А тут, ну, противоположная карта. Что, мол, я готов стать более агрессивным, лишь бы очистить вокруг себя всё лишнее, всё ненужное или всех лишних и ненужных. Чтобы очистить себя от негатива. А вам, на самом деле, ну, повезло, и вы вступаете, наоборот, в хорошую жизненную фазу. Вы как будто, наоборот, чисты, понимаете? То есть, у вас какая-то, может быть, вот, как ваше восприятие или иллюзия есть по поводу того, что кто-то вам вредит. Может, вот так. Надежды и мечты ваши, высшие цели. Давайте посмотрим. Ну, корабль. Корабль – это карта такая, она показывает, что вы очень хотите переехать, уехать куда-то. То есть, она карта передвижения, да? И, соответственно, она и показывает, что высшая цель вашей жизни – это куда-то уехать, переехать, сменить, может быть, даже страну проживания. Вы хотите, может быть, путешествовать, вообще просто постоянно ездить, путешествовать. И также вам нужна романтика в жизни, именно романтика, любовь. Новые знакомства, вам нравится с людьми общаться, может быть, вот так. Ну и, конечно, быть богатым человеком. То есть, это мощнейший символ богатства и успеха в жизни. Может быть, ваша высшая цель – это стать богатым просто человеком. Ну, давайте посмотрим теперь ваши достижения. Достижения и текущие цели в повседневной жизни. Ну, чего вы достигли, да? Башня. Ну, вы достигли все равно какой-то в жизни стабильности и защиты. Возможно, какой-то очень важной профессии или просто постоянной профессии, или постоянного места работы, или даже своей, ну, то есть, своего, там, не знаю, бизнеса, предприятия, да? Может, вы частный предприниматель или кто-то, хозяин чего-нибудь. Потому что башня – это карта очень устойчивая. Вы, в первую очередь, достигли устойчивости в жизни. Это ваше главное достижение. То есть, вы на какой-то вершине находитесь, понимаете? Ну, давайте посмотрим ваши зависимости и навязчивые идеи, области большой страсти или озабоченности. Тучи. Вас беспокоят всякие мелкие проблемы, неприятности, забота. Именно об этом идёт. Вот смотрите. Все ваши навязчивые идеи по поводу каких-то проблем, страхов, они надуманные. Вы просто нагнали на небо, на небо свод, на свои тучи, да? И получается так, что их можно в любой момент развеять. Подует ветер, развеет тучи, и выглянет яркое солнце. И вы озабочены, получается, пустяками. Представляете, вот в жизни вы озабочены пустяками. А на самом деле вы очень везучий человек, устойчивый, и у которого невероятный потенциал, да? И ваша высшая цель – это либо богатство, либо путешествие. И большая любовь и романтика. То есть вы на самом деле очень великий человек, и у вас нет таких проблем, которые вы надумали. И в этом ваш весь бич. Так получается. Ну, давайте посмотрим теперь сильные ваши положительные стороны, вот вашего характера. Звёзды. Ну, вы очень талантливый человек, креативный, вы умеете мечтать. Вы правда можете путешествовать, вы правда можете жить в другой стране, процветать, быть богатым и известным человеком, популярным. И вы очень творческая личность, которую должны оценить обязательно. Ну, более того, конечно, это невероятный талант в чём-то. Фантазия, бурная фантазия, которую человек, ну, другой, любой пропустить в вас просто не сможет. Вы её должны явить миру. Понимаете? И это способность также к изучению иностранных языков. Ну, а давайте посмотрим теперь ваши недостатки и слабости. Крест. Ваш основной самый недостаток и слабость это в том, что ваш род с обеих сторон передаёт вам негативные черты вашего характера. И часто у такого человека может быть вот всё хорошо, но есть негативные кармические узлы, которые ещё не развязались. Он тянет на себе крест какой-то. Ну, вот за кого-то, может, переживает ответственность, тянет за кого-то. Или что-то в жизни до этого случалось, он тянул свой крест. Долги бывают, долги. Но в любом случае, вот как будто бы сейчас-то вы в лучшей фазе, что-то уже поотрабатывали в жизни. И на самом деле, может быть, не так-то нужно и переживать за этот крест. Но у вас есть, правда, недостаток и слабость в том, что вы тяжеловатый человек. Бывайте, когда начинаете нагнетать обстановку. То есть, пока вы легки, пока вы улыбчивые и коммуникабельные, вы всем нравитесь. Но как только у вас на лицо нахмуривают тучи, вы сразу становитесь невероятно тяжёлым человеком, от которого начинают люди просто сбегать. Понимаете? И вот вам вот этот обязательный момент надо проработать. Что, ну уж, будь лёгким до конца, да? Не надо уж так нагнетать-то вот это. Тем более, что при таком великом таланте ты можешь и правда добиться богатства, процветания и популярности. Просто уже даже есть база какая-то, так действуй как бы, да, в жизни. Ну, посмотрим, каким вы видите себя. Кольцо. Ну, вы видите себя так человеком, который ходит по кругу в жизни. Ну, кольцо, да? Но также человеком, возможно, в браке, в каких-то отношениях, в союзах. Или очень союзным человеком, который постоянно, ну, может строить отношения с любыми видами людей. Ну, и клевер тоже самое говорит, да, что очень коммуникабельный человек. Ну, и вы себя видите союзником для многих. То есть человек, который создаёт альянсы, союзы. Или человек в браке, да, человек даже, знаете, как чем-то семейным бизнесом, семейным может заниматься. И более того, кольцо, конечно, очень удачливый, улыбчивый, приятный человек. Вот, ну, и вы как будто можете себя видеть, что вы ходите по кругу в чём-то в жизни. Как бы подзапутались, так получается. Ну, давайте посмотрим ваши сокровенные желания. Медведь. Ну, вы хотите стать во главе, так скажем. Вот, вы хотите для многих слабых быть защитником. Может быть, заниматься благотворительностью. Может быть, возглавить какую-то фирму, стать хозяином, начальником, директором, да, или возглавить семью, клан свой и вести за собой. Ну, не знаю, медведь – это очень сильная карта. Вы хотите быть сильнее, 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 гораздо сильнее. Вы хотите быть просто великим в чьей-то жизни или в жизни многих людей. Но вы можете стать великим, известным, популярным. Только лапкой не придавите и слабых, да, защищайте слабых наоборот. Ну, я думаю, что мы тут разобрались, конечно. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Школа Таро Альвеген. Всем пока и до новых встреч. Пишите комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!